Здравствуйте, это канал Дики Лайф. Меня зовут Виталий Дики, соответственно. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Как всегда, интересная тема и интересные гости. Дмитрий Корнячук, политолог, с нами сегодня на связи. Как всегда, еженедельно мы подбиваем итоги недели, обсуждаем основные ключевые события. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую, всегда готов пообсуждать ключевые события. Спасибо. Давайте начну с заявлений, как всегда. Секретарь Эрнбо Данилов сказал, что опять нас принуждают к миру на условиях Москвы. Я помню, недавно была вся эта катавасия. Но сейчас зачем говорить об этом? Насколько я понимаю, в Соединенных Штатах Америки европейцы умерили пыл. Или это он имеет в виду те публикации в западной прессе, которые, будем говорить так, мягко антиукраинские, были опубликованы на этой неделе? В чем смысл? Нет, на самом деле нас постепенно начинают готовить уже наша власть. Начинает нас постепенно готовить к заморозке войны. То есть то, на самом деле, на что мы вынуждены будем пойти, потому что, к сожалению, вряд ли мы можем сопротивляться настырной позиции Соединенных Штатов, которые нас к этой заморозке двигают. И вот начинает постепенно готовить общественное мнение. В частности, вот тот же Зеленский в интервью с западными СМИ говорит о том, что, понимаете, мы пока что не готовы к контрнаступлению, это может понести большие жертвы. Нет, нет, он немножечко не так говорит. Он, кстати, объяснил свою позицию Зеленский. Он сказал, что мы готовы морально к наступлению, но у нас нет якобы техники. И тут возник определенный скандал, потому что американцы, например, они по-своему трактуют сегодняшнюю ситуацию в Украине. Ну, послушайте, Зеленский дает посылы, в первую очередь, для украинского общества. На Западе все все знают. Это дает посылы нашему обществу для того, чтобы украинцы понимали о том, что, собственно, кто во всем виноват. Ну, то есть каждый будет перекладывать друг на друга ответственность. То есть наша власть будет ответственность перекладывать на Запад. Запад, соответственно, будет перекладывать ответственность на нашу власть. То есть мы говорим, что мы не готовы к контрнаступлению. Это может привести к большим жертвам, потому что нам не хватает оружия. А Запад, наоборот, рассказывает о том, что мы тут вооружили Украину лучше всех в мире, Украина готова идти в контрнаступление, и если Украина не покажет какой-то результат существенный, тогда, наверное, надо как-то, раз уж будет тупиковая ситуация, идти на какой-то переговорный процесс, идти к какой-то заморозке войны. И наша власть, собственно, эти сценарии тоже потихонечку скрывает, потому что тот же Зеленский говорит о том, что если мы не покажем величайших успехов, то нас будут принуждать к переговорам, будут нас принуждать к заморозке войны, мы, конечно, на это никогда не пойдем, но посыл уже обществу дается. На самом деле это скоординированная игра между Вашингтоном и Киевом, то есть никто тут, скажем так, свою игру не ведет. Мы тут понимаем, что они играют в плохого и хорошего полицейского, или как это, наоборот, ролевые игры. Но, собственно, все то же самое, что мы наблюдали перед 24 февраля, когда американцы рассказывали о том, что Путин собирается напасть, а наша власть усиленно рассказывала о том, что Путин напасть не собирается. Хотя и одни, и вторые прекрасно знали, что Путин принял решение о нападении на Украину. Просто каждый играет свою роль и перекладывает друг на друга ответственность. Та же история сейчас. Соответственно, наша власть рассказывает о том, что мы не готовы по вине Запада, а Запад рассказывает, мы вам все необходимое дали. Ну, а если вы там не можете организовать величайшее контрнаступление, про которое вы все время говорили, значит, это будет долгоиграющая некая война, как говорит президент Зеленский, состоящая из разных кусков пирога. Я не очень понимаю, что на него в виду, но, собственно, мы бороть Россию будем, откусывая по куску пирога от чего-то от России. Ну, короче, суть в этом. Но, как бы, все подводится к тому, что если не получится одно большое контрнаступление, то, возможно, временная заморозка войны для того, чтобы подготовиться потом к некому большому контрнаступлению. И все к этому, собственно, нас, на самом деле, подводят. И мы видим, что контрнаступление, по сути, ну, а общество же хочет какое-то наступление, и где-то же оно, собственно, должно произойти, да? И я так понял, что вот это вот наше контрнаступление частично будет в районе Бахмута, и вот оно уже там, собственно, началось. Дмитрий, ну, насколько я понимаю, первым, будем говорить так логично и понятно, высказался в этом вопросе, это Кулеба. Он еще буквально в начале этой недели заявил, что если это контрнаступление будет не таким, как мы ожидаем, ну, то есть слаборезультативным, мягко говоря, то мы просто будем готовиться к следующему контрнаступлению. В этом логика есть какая-то, или все-таки действительно нас будут давить и усаживать за стол переговорок? Ну, мы же должны понимать, под каким соусом будет проходить заморозка войны. Это не будет переговоры между Украиной и Россией о том, что кто-то подписывает мир, кто-то там согласен на потерю территории и так далее. Нет. Под заморозка войны подразумевается просто временная приостановка боевых действий. А потом уже по плану тех, кто это продвигает, временная должна будет перерасти в постоянную. Потому что если за год Путин укрепился на юге так, что, собственно, уже невозможно преодолеть эту оборону, то, соответственно, дать ему паузу еще год, ни о каких уже там наступлениях в сторону Крыма никакой речи вестись и не будет. Поэтому, соответственно, поскольку заморозка войны будет проходить под видом не прекращения войны, а приостановки боевых действий времени, то, соответственно, это будет подаваться как подготовка к новому контрнаступлению. Соответственно, Путин будет своим рассказывать о том, что он там тоже не идет на какие-то там компромиссы, а это просто пауза для того, чтобы Россия смогла подготовиться и забрать те территории, которые Путин еще не успел захватить. То есть задача всех сторон в этой войне, к большому сожалению, да, по задумке выйти победителями. То есть каждый должен будет показать, что он в этой войне победил. То есть американцы будут рассказывать о том, что они победили тут Путина и спасли Украину с Европой. Путин будет рассказывать о том, что он захватил большое количество территорий, даже больше, чем он рассказывал в начале там своей спецоперации, потому что, я напомню, о юге там речь не шла, хотя юг и это была реальная цель Путина. Мы будем рассказывать о том, что мы там не дали захватить Киев, не дали захватить там большую часть Украины, провели два успешных контрнаступления, там выбили там россиян с Харьковской, там Херсонской области и так далее. И, собственно, в дальнейшем мы тоже будем готовиться к контрнаступлениям и вернем наши территории. И, понимаете, по итогу окажется, что Украина теряет четыре области практически, да, но подано это будет так, что вроде как все победили в итоге, да. И вот это вот в такой приблизительно парадигме и собираются выйти из этой ситуации, поэтому каждый продвигает какие-то свои тезисы и, соответственно, показывает себя победителем. Ну, а если где-то что-то мы, или мы, или американцы, или там россияне условно проигрывают, да, они начинают тыкать пальцем на другого и рассказывать, на самом деле, это не наша вина, это вина там других. Но, понимаете, на самом деле это очень цинично, потому что, ну, я понимаю, какие сценарии продвигаются, я вижу все там эти телодвижения, направленные на зраду, я понимаю, что нас нагло, ну, как бы и цинично обманывали, да, и успокаивали, заранее зная, какие сценарии будут. Но, с другой стороны, я не удивляюсь. Меня 24 февраля очень хорошо научило тому, как можно совершенно честным лицом рассказывать о том, что не будет войны, не паникуйте, заранее стопроцентно об этом зная и отводя войска с мест вторжения России, да, делаем там зеленый коридор. Поэтому я от людей, которые подобные вещи совершили, не ждал никаких величайших подвигов для Украины и понимал, что, к сожалению, да, да, украинский народ помешал им сценарию, ну, их сценарию, который они там изначально планировали, то есть, да, украинцы начали сопротивляться, то есть мы, конечно, попортили нервы и Путину, и Байдену, и нашим там товарищам, которые тут подыгрывали этим сценарием, но, к сожалению, да, теперь они сплотились со всех сторон и загоняют нас вот в эту вот заморозку войны и, к большому сожалению, опять же, да, общество, конечно, может этому сопротивляться, общество может быть против, но общество не имеет властных полномочий в стране, и это ключевое. Очевидно, но я хотел бы вас спросить. Вот Зеленский, значит, в серии своих поездок в Европу, и он-то будет встречаться якобы с руководителями стран ЕС, ну, речь идет о каких-то переговорах и тонкостях, но вот в ближайшее время Зеленский будет встречаться с Джорджи Мелони, премьер-министром Италии, там запланирована также встреча с Папой Римским. Я напомню, что Ватикан недавно сказал, что готов поучаствовать в переговорных процессах, мол, поспособствует прекращению войны, но после того, что вы только что рассказали, да, то Ватикан – это же не только религиозная, да, там и духовная история, это в первую очередь разведка, всегда через Ватикан были серьезные переговоры, враги, ну, да и Вторая мировая война показатель и так далее. Значит, я так понимаю, Зеленский, ну, априори дает какое-то согласие на продвижение вот этих всех мыслей. Зачем ему эта встреча с Папой Римским, тем более Папа Римский засветился неадекватными заявлениями по поводу украинско-российских военных процессов? Ну, я уже говорил, и, кстати, и в интервью у вас тоже, да, что вот эту вот зраду, в которую будут вгонять Украину и заставлять нас идти на заморозку войны, ее будут прикрывать такой вот позицией всего мира. То есть, якобы, это вот весь мир, включая там, не только там Америка, Европа, там, Южная Америка к этому уже подключаются, да, там, в виде Бразилии. А, кстати, вы знаете, да, что Агриман там, как бы, ждет Мельника, бывшего посла Украины в Германии, который тоже прославился довольно резкими, категоричными заявлениями, и Германия по этому поводу даже высказывала свой фэр. Ну, на самом деле, Мельник играет ту роль, которая ему отведена, это человек, как бы, связанный с Ермаком, поэтому не имеет значения, что он говорит. Если у него будет другая роль, он поедет. Ну, ясно, тогда Бог с ним, продолжайте, пожалуйста. Да, да, если будет надо, он поедет в Бразилию, будет хвалить президента Бразилии, говорить, что это наш величайший друг, а Бразилия... В то время кандидаты Сильва, насколько я знаю, предлагал план урегулирования войны на условиях России. Так он никуда не делся. Вы понимаете, я же говорю, что все симптомы, которые происходят, да, они показывают, что идут закулисные, я бы даже не сказал, переговоры, а потому что, на самом деле, все уже решено, как должно закончиться. Потому что я уже говорил о том, что заморозка войны, она согласована между Вашингтоном и Москвой, одобрена Китаем, а теперь, ну, там, понятно, там, и Европа это все одобряет, а вот все, что сейчас происходит, это имитация бурной деятельности, которая должна имитировать некий переговорный процесс, что якобы это не согласовали без нашего ведома, там, Путин с Байденом, да, и, там, согласие Си Цзиньпина, да, а якобы это идет, там, переговорный процесс, все там напрягаются, за и против, что-то там какие-то плюсы-минусы, да, то есть создается имитация бурной деятельности, которая прикрывает уже согласованные решения, которые реализовываются в жизни. И, соответственно, да, почему Папа Римский, почему Ватикан? Потому что надо показать такую вот духовную, духовно-гуманитарную составляющую этой зрады, потому что, вот, Папа Римский, значит, соответственно, там, сотни миллионов католиков тоже поддерживают этот переговорный процесс, поддерживают мир в Украине, это, соответственно, должно части украинского общества, относящегося, там, к греко-католикам или католикам, ну, там, в большей степени речь идет о западной Украине, да, должно показать, что нет-нет-нет, это не зрада то, что происходит, а, видите, даже сам Папа Римский это одобряет. То есть привлекаются к прикрытию вот этого договорняка, который реализовывается, привлекается большое количество таких узнаваемых персон, авторитетных персон, да, то есть для того, чтобы, когда потом сядут через посредников и подписывают там прекращение боевых действий, непонятно было, так кто же виноват в зраде, то есть Папа Римский виноват. Ну, то есть развалская ответственность, правильно я понимаю? Да, да, круговая порука и транзит ответственности, вот что происходит на самом деле, потому что 24 февраля очень ясно было, кто был виноват, но как бы второй раз это может уже не прокатить, поэтому, соответственно, теперь надо рассказывать, мы хотели биться до последнего, но вот видите, какая ситуация, на юге мы не можем пойти в контрнаступление, потому что не хватает оружия, и Путин там укрепился, да, мы сейчас проведем определенную наступательную операцию в Бахмуте, а вот почему именно в Бахмуте, да, я вот месяцами не мог понять, ну что у них там на самом деле происходит, вот почему они так вцепились, ну вот, на самом деле российские войска могли обойти этот город, ну вот берешь карту боевых действий, но вот почему именно в Бахмуте, да, Вы нашли ответ, интересно. Причем там, дальше, почему именно там Пригожин, почему там эти зэки, почему вагнеровцы, то есть, ну реально можно было это совершенно подавать в другом ключе, особенно для российского общества, можно было рассказывать, что там, ну как бы зэки свою роль отыграли, всем там до свидания, а дальше там российская армия проводит какие-то действия. Нет, теперь я понимаю, собственно, что задача была показать там такой второй Сталинград, или, ну там какой-то другой аналог, величайшую битву, да, и скорее всего было согласовано, что российские войска будут отходить, но ответственность в глазах россиян за отход российских войск возьмет на себя Пригожин, Вагнер и все эти зэки, которые будут убегать потом в итоге, потому что ни Шойгу же нести ответственность, и ни Герасимову, ну и не Путину, соответственно, да, если, допустим, с Херсоном они там этого Суровикина туда поставили, который взял на себя ответственность за, опять же, согласованный отход, да, они потом посмотрели, нет, военных больше так подставлять нельзя, потому что какого генерала ты туда не ставь, а потом его не убирай с публичной плоскости, все равно это ложится какой-то часть ответственности там на Шойгу и на Путина. Поэтому тут они придумали другой вариант, да, это будут зэки-вагнеровцы, и это будет все время кругом раскручиваться и показываться, да, то они там практически взяли Бахмут, то они уже собираются отступать с Бахмута и так далее, то есть, соответственно, в глазах российского общества вину за отходы, там, какое-то поражение возьмет на себя эти вагнеровцы и Пригожин. Но, опять же, я еще раз повторяю, Донбасс – это просто для Путина полигон для отвлечения внимания, точно так же, как было в 2014 году. В 2014 году Путину нужен был Крым, он его забрал, а чтобы не было никаких боевых действий в районе Крыма, да, ну вот потом вдруг, когда украинское общество очнется, да, и скажет, ребята, а что вообще происходит, как бы, как мы сдали весь бой Крым, надо его, как бы, назад забирать, придумали войну на Донбассе, вот там придумали вот этот полигон, соответственно, переключили туда внимание и начали там, устроили там бойню, да, которую потом приостановили Минскими соглашениями, зная, что в дальнейшем эту бойню продолжат, и, опять же, Донбасс будет выступать для отвлечения внимания, потому что 24 февраля Путину нужен был юг, я об этом постоянно повторяю, это была ключевая цель. Все остальное – это было отвлечение внимания. И Путин безозрения совести уничтожает Донбасс, то есть он просто там делает, ну, как бы, серую, я не знаю, или там черную зону, или мертвую зону, да, то есть мы же видим, да, что он там, собственно, делает, да, поэтому если он в рамках вот этого выжженного поля, которое он сделал, немножко отойдет назад, и Украина покажет контрнаступление, да, соответственно, Путин ничего не потеряет, потому что во время боевых действий, я так понял, что уже практически там разнесли часть водоканала «Северский Донецк» в Донбасс, и те планы, которые изначально были у Путина, взять водоканал под контроль, они сейчас переигрались, я думаю, что они еще переигрались пару месяцев назад, а может даже где-то в районе зимы, когда начали строить там временный водоканал «Дон-Донецк». Вот тогда, ну, как бы, натолкнуло на мысль, что, скорее всего, есть какие-то договоренности, что к Славянску не пойдут, то есть не будут брать водоканал. Но я был, как бы, в этом не уверен, мне надо было, ну, как бы, понять, что же будет в итоге в Бахмуте, да. Сейчас, когда я вижу, что россияне готовы оттуда отступать, и российское общество уже к этому готовит, что Бахмут, ну, с Бахмута будут выходить под видом контрнаступления, а контрнаступление где-то же должно пройти, потому что его анонсировали и в России, его анонсировали и у нас, его анонсировали и на Западе, да. Вот это контрнаступление, скорее всего, будет там, на Донбассе. Дмитрий Витриевич, простите, значит, я так понимаю, Пригожин врет, когда он уже сказал, что не согласен с Зеленским, мол, ВСУ начали продвигаться, то есть контрнаступление активно проходит. В то время Зеленский говорит, что пока что мы еще не готовы, и мы, как бы, немножечко позже будем это все реализовывать. В чем логика Пригожина и ЧВК, Вагнер? Ну, смотрите, у Пригожина, опять же, своя роль. Это публичный медийный персонаж, который берет на себя ответственность за, как я говорю, ну, отход частичный где-то там, вот в Донецкой области. А, ну теперь я вас понял. Простите, можно даже не продолжать. То есть человек, говоря о том, что есть контрнаступление и ВСУ выдавливает ЧВК Вагнер, просто сливается. Я так понимаю, а это уже, как бы, санкционировано сверху. Правильно я понимаю? Ну, конечно, потому что Пригожин находится под Минобороны. Все вот эти вот истории, которые нам рассказывают, о том, что у него такой-то конфликт с Шойгу, Кирасимом. Я говорю, ребята, ну, ЧВК Вагнер – это контора, которая находится под ГРУ. Ну, иначе бы она просто не существовала. Соответственно, она находится под Минобороны. А вот все, что нам разводит вот эту всю драматургию, в большей степени для россиян разводит. То есть у них там, для того, чтобы зраду впаривать россиянам, у них есть Гиркин, у них есть Пригожин, у них есть еще там ряд персонажей, которые ходят на телеканалы российские и имеют право рассказывать о том, что ой-ой-ой, не все так легко, где-то придется, наверное, отступить. Но ключевое, да, что контрнаступление не должно быть на юге, потому что на юге Путин не собирается давать территории. То есть вы там разносите все там на Донбассе, наступаете там, где-то мы можем потесниться, там объясним, почему так и так далее. Главное, чтобы не было контрнаступления на юге. И когда я слушаю риторику нашей власти, я понимаю, что, в принципе, она ложится вот в подобной договоренности, потому что на юге мы не можем идти почему-то в контрнаступление. А вот сейчас уже подтверждают, да, мы вот в районе Бахмута начали уже продвигаться. Я так понимаю, что вот туда сместится вектор, и потом нам... То есть проведут такую определенную подмену понятий. Вы хотели контрнаступление? Вот вам контрнаступление. Но вы думали, что контрнаступление будет на юге? Но это был такой хитрый план на самом деле. А мы готовили контрнаступление на Донбассе. Дмитрий, частично с вами соглашаюсь, но позвольте возразить. Значит, насколько я понимаю, Storm Shadow нам передали в Великобритании ракеты дальностью от 260 до 560 километров. И сейчас аналитики, в том числе военные, говорят, что как раз вот эти ракеты могут быть использованы, потому что они как раз достают до южного края Крыма и, мол, намекают нам на то, что для нас есть Крым приоритет. То есть мы теперь можем спокойно там наступать именно на юг. Может быть, я неправильно что-то понимаю, объясните мне, почему так? Во-первых, значит, слишком много пафоса развели возле старых крылатых тактических ракет. Я еще раз уточню, что это не новые ракеты, это не баллистические ракеты. Это не баллистические ракеты. Нам нужна была баллистика сверхзвуковая, то есть то, о чем шла речь, почему мы хотели американские ракеты. Потому что вот американские эти ракеты попробуй еще сбей. А тут мы увидим, как российское ПВО будет торжественно сбивать вот эти вот британские ракеты, все на этом попиарятся, скажут, что мы можем и ваши хваленые там эти тень шторма сбивать, точно так же, как у нас показали, как мы можем с помощью Патриота сбивать кинжалы. Но простите, насколько я знаю, Дмитрий, эти ракеты, Storm Shadow, они же первоначально, или основой для создания этих ракет, были американские ракеты Apache, то есть которые тоже достаточно были эффективны в войне в Ираке и так далее, и так далее. Ну, у нас же не война в Ираке. И используется совершенно... Послушайте, ну вот там было какое-то старое вооружение. Сейчас Путин оснастил, там тот же Крым, да, там эти новые С-400, еще что-то там, какие-то его там новые ПВО. Вот они покажут, как они торжественно могут сбивать где-нибудь над крымским мостом британские ракеты или прочее. Мало того, количество этих ракет. Ну, нам же не дали их там, не знаю, там 10 тысяч ракет, да, чтобы этими ракетами можно было разносить все там логистические узлы на юге и сделать просто там невыносимым пребыванием. Ну, дали там несколько этих ракет. Меня вообще-то все истории смущает несколько факторов. Во-первых, то, что Соединенные Штаты дистанцировались от передачи дальнобойных ракет. Вот четко дистанцировался Байдин, который сказал, нет-нет-нет, мы передавать не будем, пускай это сделают британцы. А это меня как бы наталкивает мысль, на мысль, да, что поскольку теперь россияне имеют публичное подтверждение о том, что у Украины есть ракеты, летящие там на 500, на 600 километров, да, ФСБ может организовать где-нибудь какой-нибудь тракт на территории России, сказать о том, что это прилетела британская ракета, которую запустил Киев, соответственно, раскрутить эту картинку вместе с Западом, и на Западе будут показывать то, что они давно хотят показать, что Украине нельзя давать никаких дальнобойных ракет, никакого вооружения, потому что украинцы не могут контролировать свои действия. И это будет ложиться в ту логическую цепочку, которая уже продвигается давно западных СМИ. О том, что якобы украинцы взрывали северные потоки, о том, что якобы украинцы вместе с курдами в Сирии хотели какие-то нефтяные промыслы взрывать, ассоциация, да, украинцы, курды, курды-террористы, соответственно, понимаете, да, но странно, почему мы не вместе с ИГИЛом, там, или с Талибаном не взрывали, да, или там, не знаю, с какими-нибудь там другими террористическими организациями. Потом украинцы хотели устроить какие-то тракты на 24 февраля в России, не получилось, да. Потом якобы украинские дроны, которые прилетели в Кремль или покушались там на Путина, опять же, да, то есть создается вот такая вот картинка украинцев как таких вот неадекватных, которым нельзя давать оружие, потому что они могут что-то такое учудить, что приведет там противостоянию прямому НАТО и России, Соединенных Штатов и России и так далее. И вот теперь дали эти ракеты, и я, ну, как бы, я не знаю, какая цель, на самом деле, передачи этих ракет, и не устроит ли потом россияне какую-то провокацию, не расскажет ли о том, что это мы запустили туда ракеты. Не то количество этих ракет, к сожалению, передали. Ну, это первый транш. А скажите, а что тогда, не давать, да, вот по ходу мыслей? Было бы лучше, если бы нам не дали. Тем более, эти ракеты, насколько я понимаю, достают до Украинского моста и даже до места базирования в Севастополе база. Хотя, конечно, на российский или где-то. Смотрите, значит, во-первых, эти ракеты уже не нужны. Они нужны были в прошлом году, когда мы должны были бы пойти летом 22-го года в наступление на юге, когда нас тогда не пустили с помощью зерновой сделки, а потом нас не пустили после того, как россияне вышли из Херсона, нам сказали, не-не-не, вы дальше идти не имеете права. Хотя вот тогда, когда Путин еще не укрепился, вот тогда надо было проводить контрнаступление, тогда бы эти ракеты сыграли свою роль, а сейчас они уже не играют на самом деле ту роль, о которой нам говорят и так, как это пытаются показать. То есть, точно так же, как с системами ПВО. Когда надо было, чтобы у нас были там те же Патриот и там АРСТ, когда Путин начал массированные наносить ракеты-удары по Украине, нам никто ничего не давал. Когда я понимаю, что уже не собираются в принципе никто эти удары наносить, потому что дело идет к зраде и не хотят скажем так будоражить украинское общество, ну потому что большая часть страны уже привыкла жить там своей нормальной жизнью, война где-то далеко, поэтому какие ракеты, какие воздушные тревоги, ну там как бы ребята, давайте без этого всего, тогда мы израду проглотим в принципе. Соответственно, как только пропало, ну стало понятно по договоренности, что россияне уже не будут пулять ракеты, а вот вам системы Патриот, а вот вам еще какие-то системы ПВО, только почему-то передают их сюда в Киев, да, а никто их не везет туда, ну ближе к линии фронта, где реально постоянно наносятся ракетные удары по прифронтовым городам. Там эти системы ПВО почему-то ну никто не дает, никто их туда не привозит. Поэтому, понимаете, циничная ситуация в том, что, во-первых, когда, то есть, знаете, дорога ложка к обеду. Так вот, тогда, когда надо было, эти ракеты никто не дал. Это раз. А во-вторых, опять же, вопрос в количестве ракет. То есть, несколько, вы понимаете, несколько ракет ничего не изменит. Это как британские танки, сколько их там, 14 передали, вот такие, Челленджер 2, там сколько, звучит красиво, а в реальности это то количество, с которым никаких там кардинальных изменений на фронте быть не может. Поэтому, опять мы сталкиваемся с какой-то эмитацией. Я с вами абсолютно согласен, дорога ложка к обеду, как говорится, но вот интересная история, хотел бы, чтобы вы откомментировали. Вот глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Сенате США сказал, что американские танки Абрамс будут переданы переданы вооруженным силам Украины лишь только в начале осени. Вот как раз подтверждение этой темы. Хотя Челленджеры, да, уже как бы выездили Апарду в Украине. Ну, я подозреваю, что может и даже не в начале осени, потому что перед этим называлась там дата конец года или там начало следующего года, но раз уж сказали, что в начале осени, то я подозреваю, что значит скорее всего американцы знают, что эти танки уже не понадобятся. Ну, скажем так, не настолько нужны будут они критично для каких-то наступлений, да, чтобы можно было их не передавать. Опять же, тогда, когда нужны танки для контрнаступления, никто их не дает. Раз начинают рассказывать о том, что мы осенью, там, в начале осени вам передадим, и опять же количество, там их меньше 20 будет. то есть, ну, звучит, мы передадим танки, Абранс, там, ну, а на самом деле их там мало, да, но опять же, я делаю вывод, что значит, скорее всего, есть какое-то у них или уверенность, или подозрение, что в начале сентября уже состоится, ну, и до этого времени состоится заморозка войны, и если американские танки Украине передадут, это будет, конечно, красивый жест, ну, там, как доказательство того, что мы будем дальше снабжать вашу армию, для того, чтобы вы готовились к новому контрнаступлению, для того, чтобы Путин больше не напал, и так далее, да, но это не те танки, которые планируются там принимать участие в реальных боевых действиях, потому что для... Кстати, очевидно, простите, перебиваю, но очевидно, потому что Остин сказал, Украина получит лишь только тогда, когда, в первую очередь, будет снято чувствительное оборудование, ну, и всякие остальные там приблуды, которые, как бы, они боятся, что попадут или будут перепроданы нами, ну, так они предполагают, либо там попадут в русский плен, ну, и, соответственно, они узнают эти технологии. Вот так вот. Поэтому, к сожалению, я, опять же, говорю, что все, что происходит, это имитация. И, к сожалению, того, с теми же ракетами, да, а откуда мы знаем какие-то окулуарные договоренности, что не будет такая же ситуация, как с Хаймерцами, вы же знаете, что любой выстрел с Хаймерца согласовывается с американским генштабом. То есть, мы не имеем права стрелять по целям, мы должны передавать эти координаты американцам, и американцы дают добро. имеете ли вы право стрелять или не имеете права стрелять? Пока мы имели право стрелять только по Антоновскому мосту в прошлом году, я напомню. Вот туда стреляете, 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 да, но почему-то, когда мы потом зашли в Херсон, после того, как туда русские сбежали, никто не разрешил с этих Хаймерсов стрелять на другой берег Днепра, для того, чтобы мы, на левый берег Днепра, для того, чтобы мы могли проводить дальнейшее наступление. Вот такая же история может быть и с ракетами, просто никто нам об этом не говорит. Потом окажется, что ракеты есть, а каждую цель надо будет согласовывать, к примеру, или с британцами, или с американцами. И они будут говорить, туда вы не имеете права стрелять, сюда не имеете права стрелять. Если вы хотите что-то стрелять, куда-то там, вдалеко, то берите свое вооружение где-нибудь и стреляйте. Это, соответственно, потому что мы не хотим нести ответственность за то, что может произойти. А, соответственно, раз мы все согласовываем с американцами, и учитывая, а вот этот слив информации, который произошел из Пентагона, который недавно в соцсетях, который, на самом деле, подтвердил для меня ту истину, которую я знал, о том, что Соединенные Штаты находятся в постоянной координации с Российским Генштабом, то есть это контролируемая война. Понимаете, в чем проблема? Тут каждый знает, кто куда будет стрелять и где кто будет проводить наступление, кто где будет отступать, кто будет наступать. То есть все заранее все знают. Поэтому у меня очень большое как бы сомнение, что нам эти ракеты дали для того, чтобы мы могли провести успешное контрнаступление на юге. Это не более, по моему мнению, да, это или подготовка какой-то возможной провокации для того, чтобы показать, что Украине нельзя больше давать никакого высокоточного оружия, или это просто такой красивый публичный жест перед зрадой, который должен показать, что, ну вот, что вы хотели еще там, да, что вам для успешного контрнаступления не хватало, как вы постоянно заявляли, да, вот мы вам и танки там дали, там, леопарды, и говорили, что вам не хватает ракет высокоточных, да, вот им парочку ракет высокоточных передали. То есть, опять же, транзит ответственности. Если Украина не пойдет в контрнаступление на юге, то британцы или американцы, ну и там европейцы будут рассказывать, мы же им дали все оружие, которое они просили, как Блинкин говорит, да. Ну так это уже было, да, Блинкин говорил, мы передали 8% необходимого, да. Вот, а вот еще вам 2% оставшихся, которые вы хотели. Вот там высокоточные ракеты. Не смогли освободить юг, да, но это уже ваши проблемы. Вы же запрашивали, а у меня сразу возникает вопрос к тому же Резникову, ну там, другой нашей власти. Это что, действительно все, что мы, как бы, запрашивали, почему, как бы, молчит наша власть, почему молчит Резникова. Я понимаю, что он очень красиво там на Рамштайне улыбается, он там лучший министр для американцев, потому что он выступает их адвокатом и кивает головой, когда американцы говорят, мы вам все передали. А я вот не уверен на самом деле в том, что нам передали все, что надо. Потому что нам в реальности передали каплю в море для того, чтобы организовать успешное контрнаступление. Ну как раз вот для того, чтобы мы смогли организовать контрнаступление в районе Бахмута. Ну вот, вот это все количество оружия приблизительно, может быть, нам хватит, а не для того, чтобы провести контрнаступление на юге. Ну вот, такая вот история. Благодарю Дмитрия. Напомню, что так считает Дмитрий Корничук. В любом случае тема очень актуальна, мы лишь будем следить за ней более того, честно говоря. Меня тоже это очень интересует, потому что вроде как бы оружие сильное и эффективное имеется в наличии, но совершенно малое количество и речь идет действительно, каким образом мы будем использовать и по чьим наблюдениям. Но вернемся к переговорным процессам. Вот тема, которая, ну прям, меня беспокоит, потому что я понимаю китайскую позицию, я вот обратил внимание, недавно позже лифона общались с Салливан, это такой помощник президента США по у нас безопасности, и такой чувак есть в КНР по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Китая, сейчас там приближенный к Сидзипеню в политбюро, Ван И. Так вот, Салливан выразил опасения, что, мол, Китай, по их данным, активно помогает Российская Федерация, правда не было сказано каким образом, возможно идет речь о военной помощи. В то же время, это первый эпизод, второй эпизод, это Ли Гуэй, помните, когда-то что-то там наляпал языком относительно того, что Российская Федерация как бы и Китай хотели бы привлечь Украину к переговорному процессу и рассказывал много о проблемах распада Советского Союза, мол, это все было неправильно юридически сделано и поставил под сомнение независимость и суверенность достаточно большого количества постсоветских государств. Потом даже французское руководство возмутилось, а из страницы в Фейсбуке МИД Китая убрали вот это выступление. Ну и теперь вишенка на торте. Значит, Ли Гуэй на следующей неделе посетит Украину, будет встречаться с Зеленским и будет идти речь о плане мирного регулирования ситуации. До этого, я напомню, Зеленский звонил Сидзипиню и там что-то они начали шевелиться. Простите за такой длительный рассказ, но это как бы прелюдия. Ну и что с этого выгреется, что будет в конце концов, как вы считаете? Ну, во-первых, советник Трампа Салливан вчера в Вене встречался с как раз вышеупомянутым Ван И, который входит в ближайшее окружение на самом деле Си Цзиньпина и его правая рука во всех международных переговорах и они много часов в Вене обсуждали не только взаимоотношения между Китаем и Соединенными Штатами, но и ситуацию в Украине. И я так понимаю, что там опять же согласовывались все вот эти договоренности по заморозке войны, кто и какую роль должен будет во всем этом цирке согласованном играть. Кто будет плохим полицейским, кто будет хорошим полицейским. А вообще на самом деле мы видим, что у Байдена прекрасное отношение с Китаем, кто бы там что не рассказывал. И, кстати, на этой неделе ряд конгрессменов уже выступили с обвинением Байдена в том, что когда он был вице-президентом, он получал определенные взятки через там аффилированные с его родственниками компании от китайцев, от компартии китайской. Так кто же недавно был скандалчик, что от украинского, будем говорить так, и это тоже. Но смотри, тут вопрос в другом. Мы понимаем, что раз у Байдена хорошее на самом деле отношение с Китаем, как и у него на самом деле хорошее отношение с Путиным, значит все, что мы на самом деле наблюдаем вокруг вот этого договорника с войной в Украине, это все согласовано не только между Байденом и Путиным, согласовано и с Китаем, и значит, что Байден сознательно больше года делает все для того, чтобы с одной стороны Китай помогал российской экономике во время санкций обогащаться, скупая российский нефтегаз и поддерживая российскую военную машину, а с другой стороны Байден делает все, чтобы Китай за это не нес никакого наказания, потому что, ну давайте говорить откровенно, если бы президентом, к примеру, был бы Трамп, он бы нашел бы аргумент сделать так, чтобы Китай не покупал российский нефтегаз. Это делается все элементарно, к примеру, вводятся пошлины какие-нибудь дополнительные на китайские товары, и дальше китайцы сидят и взвешивают, что они теряют там сотни миллиардов там дополнительно поставляя на американский рынок, да, или приобретают что-то, покупая российский нефтегаз. А разве сейчас это не работает? Нет, конечно. Я недавно смотрел статистику, интересная история, значит, если ВВП Китая растет там уже до семи с чем-то процентов, то как раз экспортный потенциал упал на 21%, в первую очередь торговля с Европой и Соединенными Штатами Америки. Нет, экспортный потенциал упал еще во времена ковида, когда китайцы искусственно охлаждали экономику. Я почему, кстати, рассказывал о том, что, ну, это отдельная тема, я просто в общих чертах скажу, что, по моему мнению, ковид это была технология по выходу из такого вот экономического кризиса, в который входили глобальные... То есть всех наебали, да, я так понимаю? Но я пытаюсь культурно сказать... Простите, но я просто как бы... О том, что суть ковида и всех этих карантинов, всей этой истории заключалась в том, чтобы закрыть там, ну, скажем, уменьшить там глобальные торговые связи, охладить экономики всех государств и, соответственно, уменьшить кризис перепроизводства, который в это время проходил. Ну, это, собственно, отдельная тема. Но, опять же, вернемся к там взаимоотношениям. Да, вы говорили о том, что если был бы Трамп, он бы принял бы решения, которые не позволили бы Китаю покупать. Да, да, да. Но тут мы видим, что раз Байден подыгрывает Путину, помогая ему обеспечивать бюджет за счет своих там кровавых нефтедолларов с помощью через Китай и Индию, да, соответственно, все в курсе этого договорняка, который происходит по поводу войны в Украине, заранее все было согласовано, все эти сценарии прописаны, как Путин будет обходить санкции и как он будет, ну, наполнять бюджет. Соответственно, и, соответственно, да, теперь Китай, ну, должен, как бы, отыграть свою роль во всей этой истории, потому что Китаю дали там обогатиться дешевым российской нефтью и газом, да, а теперь Китай должен выступить таким вот прикрывальщиком, скажем так, все вот это зрады, которая должна происходить и, соответственно, якобы все мирные там, ну, даже не мирные, а прекращение боевых действий, которое будет там, продавливаться для Украины, оно будет проходить по инициативе и при посредничестве Китая, ну, еще там, каких-то там, Бразилии, каких-то прочих там посредников, хотя на самом деле Китай будет продвигать и продвигает план заморозки войны Байдена-Путина. Я просто постоянно указываю, да, что это является ключевым, что не Китай придумывает, как будет выглядеть мирный план, не Бразилия, не Папа Римский, не европейцы, не Макрон, не Шольц, нет, придумывают это Байден и Путин, но подается это от лица Китая, Европы, Бразилии и всей там прогрессивной мировой общественности, да, вот эту зраду от их имени будут нам подавать. Поэтому, соответственно, во всем этом договорняке, который происходит, и Китай играет свою роль, да, и Китай несет также свое ответственность за войну в Украине, как несет ее Путин и как несет ее Байден. Но, опять же, раз Байден имеет договоренности не только с Путиным, но и с Си Цзиньпином, то это указывает на то, что нас всех, говоря вашим словом, не будем его здесь цитировать, изначально, да, обманывали нас тут изначально и разводили нам балаган, имитируя там какие-то сложные взаимоотношения полувоенные между Штатом и Китаем, между Россией и Америкой, имитируя там предвоенное состояние, а в реальности они все троем, да, реализовывают один сценарий, и в частности суть этого сценария заключается в том, что Украину делят, Путин забирает свои территории по договоренности, а Байден получает экономический контроль над оставшейся частью Украины. Ну, Адмирий, слушайте, ну я, наверное, должен вас спросить, то есть, вот эта компания BlackRock, которая подписала с нами там меморандум о сотрудничестве относительно восстановления Украины, слушайте, репутация такая подмытая этой компании, я знаю, что не скупали там даже политиков, как бы, перепродавали, банкротили, продавали в разных странах мега-концерны и экономические монстры для своих, это представляет для нас опасность. Очень коротко, практически на меня предложение. Ну, скажем так, в администрации Байдена есть люди, которые до этого работали в BlackRock, ну, все этим сказано. То есть, кто чьи интересы лоббирует. Ну, очевидно, то есть, американцы при своих интересах. Ну, у меня еще один вопрос, извините, что сдержал вас, но на самом деле это очень важно. Ну, вот, есть мнение, что в отличие от США, Европа пока не видит пути, как передать Украине замороженные средства россиян. ЕС, напомню, для тех, кто не в курсе, заморозил российских денег, это речь идет и о физических, юридических лицах, компаниях, там, 24 миллиарда евро, ну, это имеется даже немножко больше, там, с хвостом, практически 24,2 миллиарда евро, но они, европейцы, в отличие от американцев, там принимают решения, вы же знаете, да, последняя история, это было связано с таким миллиардером русским Малафеевым, там, якобы суд принял решение передать эти деньги, но что касается европейцев, они говорят, что у них нет юридической базы, у них нет закона, у них нет возможности, что означает, что мы эти деньги не увидим и рассчитывать на них не можем, а украинская власть достаточно часто бравировала тем, что вот, вот мы получим огромное бабло, которое законсервировано в Европе на восстановление. Опять же, да, давайте посмотрим, у кого американцы имеют право отбирать деньги, да, это специально, это, скажем так, люди, опять же, согласованные с Кремлем. Я напомню, что тот же Малафеев, он был связан с Сурковым, Сурков находится в Апале, поэтому, соответственно, у тех, кто с ним связан, можно проводить подобные изъятия согласия Кремля. Точно так же, как многие процессы по отжатию активов в Украине у ряда лиц, да, и у бизнесменов точно так же проводят согласие Кремля. Кого можно трогать, кого нельзя трогать, да, к примеру, там, Фридмана, Фридмана нельзя трогать, потому что Фридман, это будет хороший русский потом, который продолжит здесь, в Украине работать, да, и опять же, тут отмывать российские деньги. Вы придумаете себе формулировку, сделая так, чтобы его никто не трогал. А можно там, к примеру, вот там, а вот Медведчуко, да, можете у Медведчука все забирать. Почему? Потому что он, как бы, провалил все, что можно было здесь в Украине, а Путин на него злой, поэтому старшие товарищи разрешили, забирайте все, что у него здесь есть. Та же самая история и в Америке происходит. То есть, есть какие-то российские олигархи, которых можно трогать, да, и что-то у них забирать. Ну, как бы Кремль разрешил, а есть те, у которых нельзя трогать. Поэтому вы там придумайте формулировки, почему вы не имеете права, там, лазейки юридические, почему вы не сможете у них ничего забрать. Ну, там, время на заморозе, да, потом вернете. Та же история в Европе. Слушайте, ну, не надо считать европейцев идиотами, да. Европейцы прекрасно понимают, что все, что происходит в Украине, это договорняк Байдена и Путина. Европейцы понимают, что когда этот договорняк подойдет к какому-то логическому завершению, то через какое-то время все вернется на круги своя. Потому что по многим направлениям та же торговля или там закупка каких-то товаров у европейцев, у России никуда не заканчивалась. То есть нефтепровод, дружба как работал, так и работает. Газопровод через Украину транзитный как работал, так и работает. Российскую нефть танкерами, как и возили там в Греции, переваливают на какие-то кипрские или какие-то там другие танкеры, да. В Европу как завозили, так и завозят. И, соответственно, европейцы тоже понимают, что когда это все потом закончится, Россия ну, с одной стороны, придется и они начнут с ними торговать, а с другой стороны, русские начнут судиться в тех же европейских судах и будут возвращать свои активы назад, мало того, еще и с какими-то потом этими ну, как бы спиней, штрафами и прочим, и прочим. Почему на самом деле я говорю, что именно Россия взорвала северные потоки? потому что Газпром не выполнял контракты по поставкам газа в Германию в 22-м году и, соответственно, это грозило многомиллиардными исками для Газпрома и в России этого не хотели, поэтому они придумали там взрыв газопроводов и, собственно, это форс-мажор. Судите с нами, что же мы, ну, это форс-мажор, значит, мы не несем ответственность. Потому что все опять же вернется в эти европейские суды и все те активы, которые забрали, заморозили, да, они точно так же через европейские суды будут потом россиянам возвращаться, потому что Европе нужны российские деньги, никуда ничего не меняется, да, да, они там на время затаились, ну, там, играют по правилам, делают себя хорошим, но потом опять же все вернется к закупке российского газа, все вернется к закупке российской нефти, все вернется к торговле, потому что к сожалению, да, Украина это не часть Европы для европейцев, это не нападение на европейское государство, это не нападение на члены НАТО, это не нападение на Евросоюз, в глазах европейцев, да, то, что происходит в Украине, это, знаете, такой между собой двух государств бывшего Советского Союза, которые там непонятно, кто кому там чьи территории принадлежат, да, они там выясняют между собой отношения, и кто-то там один у другого забирают территории, главное, что они европейцев не трогают, Европу это, собственно, не касается, европейцы на это смотрят, мол, вы там потом между собой разберетесь, да, помиритесь, как-то там это все придумаете, как вы будете жить дальше, и заживем мы дальше в Европе, как и жили, продолжим себе с Россией торговать, вот, к сожалению, в чем ключевая проблема, нас постоянно вот обманывали, и обманывают, рассказывая, что для европейцев делать чести, там, защитить Украину, помочь Украине, не делать чести, для них Украина это не часть Европы, вот в чем главная проблема, и когда нам рассказывают о том, что Украина защищает Путина от Европы, наоборот, Европу от Путина, европейцы так не думают, потому что европейцы знают, что Путин не собирается нападать на Европу, но, в свою очередь, европейцы не хотят брать Украину в Европейский Союз, европейцы не хотят брать Украину в НАТО, для того, чтобы не защищать, то есть, в качестве буфера мы их устраиваем, да, вы там между собой потом разберетесь как-то, тем более, европейцы знают про украинскую коррупцию, европейцы все прекрасно видели наши Майданы, европейцы видели 2014-2015 год, европейцы убедились, как можно с одной стороны вести войну, да, а с другой стороны себе нормально с Россией торговать и зарабатывать на этом кровавые деньги, как делала наша власть, поэтому европейцы делают выводы, и они точно так же, как европейцы сделали выводы с 24 февраля, они тоже все прекрасно поняли, и они понимают, чем вся эта история в итоге закончится, поэтому, конечно, они не хотят портить свои отношения с Россией, никто не собирается брать там российские активы и передавать их Украине и потом иметь какие-то проблемы, поэтому, большому сожалению, единственное, что мы можем рассчитывать от Европы, это макрокредиты, опять же, я уточняю, кредиты, которые надо будет возвращать, то есть, даже американцы нам какие-то безвозмездные гранты дают, а европейцы дают четко кредиты, которые потом придется в итоге вернуть, вот и все. Да, Дмитрий, прискорбная история, она как бы действительно выглядит правдой, анализируя ситуацию последние годы в Украине, трудно с вами не согласиться. Спасибо вам большое за мысли, за ответы на мои вопросы, очень интересный собеседник, очень приятно иметь с вами дело, я думаю, что вы будете благосклонны, на следующей неделе мы снова подойдем итоги, если все сложится удачно, неделя, которая будет заканчиваться. Дмитрий Корничук сегодня был гостем канала Дикий Лайф, Дмитрий, жму руку, большое вам спасибо, спасибо вам, что смотрели, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, с большим уважением Виталий Дикий, не теряйте оптимизм, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok